Вечером в воскресенье резко обострилась обстановка на Донецком направлении линии фронта. Представительство ДНР в специальном центре по контролю и координации выступило с официальным заявлением по поводу вчерашнего обстрела Донецка вооруженными силами Украины. Вечером 5 ноября украинская армия подвергла массированному обстрелу из тяжелого вооружения жилые районы Донецка и Ясиноватского района. В 18.40 со стороны Авдеевки по территории населенного пункта Яковлевка вооруженными силами Украины было выпущено 90 ракет РСЗО «Град», 6 минометных мин, произведено 2 танковых выстрела, 29 выстрелов из АГС-17. В 18.15 зафиксировано 6 попаданий минометных мин калибром 120 мм, выпущенных в ССУ со стороны Авдеевки в Киевском районе Донецка. В 18 попаданий артиллерийских снарядов калибром 152 мм в районе поселка Спартак, а также 6 таких попаданий в районе Маяка. В результате обстрела повреждены несколько жилых домов. Ранение получил один из мирных жителей 1952 года рождения. Далее без комментариев. В минувшую субботу Россия отметила один из своих главных праздников – День народного единства. Торжества по этому случаю состоялись и в городах Донецкой Народной Республики. В Харциске череду культмассовых мероприятий завершил небольшой праздничный концерт во Дворце культуры. Праздник Дня народного единства в России учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. В календаре ДНР день 4 ноября не отмечен красным цветом, но в республике хорошо узнают, что такое народное ополчение и что такое народное единство. Кому как ни нам знать, что такое народное единство. В 2014 году только благодаря сплоченности многонационального народа Донбасса, а впоследствии ДНР, мы смогли выстоять и победить в борьбе с очень опасным и сильным врагом. Только лишь единство между многонациональным нашим народом помогло нам выстоять, помогло нам сохранить нашу республику, сохранить наши дома, сохранить наши предприятия, сохранить все то, что было построено нашими отцами и дедами. Дополнили общую картину, пока еще не такого масштабного, как в России, но все-таки праздника – выступления творческих коллективов городского дворца культуры. Яркие и красочные номера в исполнении харцизских вокалистов и танцоров были посвящены темам русского мира и, разумеется, единства народов. Первые в нынешнем учебном году школьные каникулы остались позади. Сегодня во всех учреждениях образования ДНР были возобновлены занятия. Директорам ряда школ, в том числе и харцизских, а также председателям профсоюзных первичек удалось использовать каникулярную паузу для познавательной и одновременно весьма занимательной поездки на Северный Кавказ. В рамках программы социального партнерства в курортный Кисловодск отправилась внушительная делегация работников образования ДНР. Возможность совершить четырехдневное путешествие по Северному Кавказу представилась и 33-м харцизянам. Руководители с удовольствием согласились ехать, тем более это каникулярное время, учебного процесса не было. И поездка преследовала собой несколько целей. Это, во-первых, чтобы наши руководители отдохнули, чтобы они отвлеклись от своих дел каждодневных, чтобы они увидели красоты Северного Кавказа, полюбовались этими красотами, ну и, конечно же, для развития каждого из нас, кто там был. Поэтому я думаю, что она была очень увлекательная, она была разнообразная, эта поездка. Мы за четыре дня смогли увидеть очень многое. По словам председателя Харцизской профсоюзной территориальной организации Светланы Изотовой, планы поездки педагогов республики в Кисловодск впервые были озвучены еще в сентябре на одном из рабочих семинаров. Тогда же, собственно, и был начат прием заявок, большая часть которых поступила как раз от харцизян. Мы ездили впервые, председатели городских организаций, для налаживания сотрудничества и заключения договоров в марте месяце, весной. И вот такая идея у нас появилась, чтобы членов профсоюза нашего города повезти, посмотреть для того, чтобы они научились рационально использовать членские взносы. Поездка удалась. Местные гиды подготовили для работников образования из ДНР насыщенную культурную программу. Мы посетили домик Лермонтова, Льва Толстого. Мы побывали на озере Провал, Сероводородное озеро. Художники Ярошенко тоже представитель из этих районов. И мы тоже познакомились с его творчеством. Так что, и как интересно было впервые побывать на термальных источниках. Своими впечатлениями от поездки по историко-культурным местам Юга России с нами поделилась Людмила Быкова. Мы посетили два храма, приложились к мощам Феодосия Кавказского. Мы приложились к иконам, которые находятся на Афоне. Женщинам не удается к ним прикоснуться, а нам удалось. Поэтому я думаю, что такие поездки, они нужны, они отвлекают людей, они заряжают их положительной энергией и дают стимул к работе. В ближайших планах руководства профсоюза – организация поездки на Кавказские Минводы работников дошкольного образования Республики. Бег, велогонка и снова бег, причем без остановок на отдых. Посвященные наверняка уже догадались, что речь в нашем следующем сюжете пойдет о дуатлоне. В минувшее воскресенье в Харциске впервые прошли соревнования по этому виду спорта, причем не просто по дуатлону, а по круз-кантри дуатлону. То есть трасса была проложена по пересеченной местности, а именно в Липовом лесу. 5 ноября ровно в 12 часов был дан старт первой гонки. В дуатлоне-эстафете соревнуются команды из двух спортсменов, один из которых берет на себя бег, то есть начальный и заключительный этапы дуатлона, другой – велогонку. В подобных соревнованиях первый раз участвую, захотелось поучаствовать, но в своем виде именно. Напарник будет бежать, я буду ехать. Круг хороший, в принципе, длинный, есть где разогнаться, отъехать от соперника. Бегунов довольно много, хорошая конкуренция. Ну, посмотрим, все будет в борьбе, я думаю, это будет интересно. Велоспорт такой вид спорта, когда зимой ты практически циклически тоже бегаешь, поэтому, в принципе, бег тоже привычный, но сейчас только сезон закончился, только начинаем бегать. Анатолий Коношенков и Максим Крапивко – мастера спорта по маунтинбайку, горному велосипеду. Оба они из Донецка, но с удовольствием участвуют в соревнованиях, организованных Харцизским белотур-клубом. В Харцизске мы уже ехали соревнования, но не на этой трассе выступали тоже. Интересно, организация МТБ Харцизск проводит уже не первый раз. Они в начале сезона хороший марафон проводят, 3 часа, в этом году 4 часа ехали, очень хороший марафон, ну и хорошая организация. Донецкие спортсмены выступали в категории «продвинутые». Для того, чтобы привлечь к соревнованиям новичков, были подготовлены старты с уменьшенной вдвое нагрузкой. В итоге дуатлон в Липовом лесу получился вполне массовым – 46 участников. Наталья Брелинская – одна из них. Люблю активный образ жизни, и поэтому хотела себя попробовать. Решила, что кто-то последний должен приходить на финиш, это буду я. И только благодаря моему партнеру, который вытащил нашу команду, меня поддерживал на финише, не знаю каким чудом, мы практически второе место заняли. Занятие на беговой дорожке в спортивном зале для Натальи дело привычное. За рекордами, признается, никогда не гналась, но азарт харцизского дуатлона ей пришелся по нраву. Ощутить вкус победы Наталье помог Петр Идрисов, директор харцизского бассейна и тренер по плаванию. По олимпийскому девизу, главное не победа, а участие изначально. То есть в очередной раз себя испытать. Ну, также потолкаться здесь среди людей, все-таки спортивное окружение. В азарте приложили усилия и вышли на второе место. На 14 часов и для продвинутых, и для новичков был назначен старт соло. То есть дистанции и в беге, и в велогонке каждый участник дуатлона преодолевал, рассчитывая уже только на свои собственные силы. Новички стартовали на 9-километровой дистанции, 6 километров которой надо проехать на велосипеде. По этой же трассе двигались и продвинутые дуатлонисты, только они делали по два круга на каждом из трех этапов гонки. Дуатлоном в Липовом лесу велотур-клуб МТБ «Харциск» завершил велосезон. Завершил ярко, эмоционально и на позитивной ноте. Завтра, 7 ноября, исполнится 100 лет одному из важнейших событий в истории человечества – Великой Октябрьской социалистической революции, оказавшей огромное влияние на развитие как России, так и всего мира. О бурных событиях 1917 года, которые во многом определили политическую, экономическую, социальную картину 20 века, вчера вспоминали на главной площади Харциска. Ровно в полдень у памятника вождю мирового пролетариата Харцисский горкомкомпартии ДНР организовал митинг, посвященный вековому юбилею Октябрьской революции. Значимую дату коммунисты города отметили скромно, можно даже сказать по-семейному. Отчасти потому, что праздник уже давно выпал из официального календаря. А отчасти это связано с тем, что череда мероприятий, посвященных 100-летию революции, растянулась не на один день. А основной митинг запланирован на 7 ноября в Донецке. Вчера у нас прошло в нашей городской библиотеке, как торжественная и литературный, как вечер. Очень хорошо девочки нам подготовили, молодцы, мы им очень благодарны, материал хороший подобрали. Приезжал первый секретарь ЦК Компартии ДНР наш Литвинов, был Сережа Цыплаков, это свободный Донбасс, депутат Народного совета. Очень много вручили мы медалей, грамот. Ностальгия по былым временам не покидает коммунистов. Сто лет назад Великий Октябрь сделал простой народ свободным, дал всем равные возможности и, конечно же, надежду на социальную справедливость. Но строить социализм можно и сегодня, уверяли участники митинга. Наши донбассовцы, они соскучились уже. У многих ностальгия. Я вот тоже в интернете покопаюсь, как что-нибудь выбросишь или кто-то выбросит. О советском, что-то это самое. И да, много откликаются все, как говорится, жалеют. Предаваться ностальгии по поводу социалистического прошлого страны харцезяне теперь смогут не только на страничках соцсетей, но и в городском музее истории, где сегодня открылась тематическая выставка «Мы родом из СССР». Подробнее о новой экспозиции в завтрашнем выпуске городских новостей. А на этом у меня все. Берегите себя и до встречи на канале ТВСФЕРА. 7 ноября 1902 года родилась Екатерина Васильевна Зеленая, народная артистка не по званию, а по сути. Она обыграла в бильярд Владимира Маяковского, всю войну провела во фронтовых агентбригадах, и ее роспись есть на Рейхстаге. Рину Зеленую мы знаем по мастерски, сыгранную вторым ролям во многих десятках фильмов, по озвученной мультикам, по песням черепахи Тортилы и просто безымянной бабушке из фильма «Красная шапочка». И вся печаль проходит, когда глядишь на небо в трубу или просто в окно. Но правда в это время ни дождик, ни снега на улицах быть не должно. Воспользоваться этим рецептом поднятия настроения завтра 7 ноября, увы, не придется. Днем облачно, возможны осадки, туман. Температура воздуха 7 градусов, влажность 90%. Ветер восточный 5-8 метров в секунду. Ночью облачно, туман. Температура воздуха 6 градусов, влажность 95%. Восточный ветер 4-6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова